Коллеги, друзья, добрый день! Приветствуем вас на форуме Казань Digital Peak 2023. И сегодня у нас в гостях компания F+, Тимур Бигулов, директор проектов коммерческого департамента. Тимур, добрый день! Да, Дарья, добрый. Очень приятно. Добрый день! У коллег недавно произошел ребрендинг, об этом мы поговорим чуть попозже. Теперь просим называть компанию F+, в принципе, так даже проще, свободнее и приятнее. В использовании. Как вам форум? Как ваше настроение? Как все? Я на этом форуме уже не первый год и форум зарекомендовал себя как очень интересный, бизнесовый, очень насыщенный. Очень высокий уровень участников. Прямо здесь. Сегодня с утра был обход министров профильных. Был глава Татарстана, Раис. Очень, как я и говорю, представитель. У нас сейчас на стенде такая была задумка, что у нас будет представлено много разных вендоров цифровых решений. То есть это разные компьютеры, то есть железо, резервное копирование. С нами здесь вот Киперпротект компания. Соответственно, везде мы демонстрируем совместимость с нашей операционной системой. Естественно, как ось без железа никуда, так как компьютер без операционной системы тоже вряд ли будет самостоятельно работать. Соответственно, вот в чем преимущество дружбы российских вендоров, на ваш взгляд? И насколько это вообще сейчас важно? Хороший вопрос. Очень важно дружить вендорам, как производителям железа, так и производителям софта. С какой точки зрения? Каждый раз мы выпускаем свои продукты со своей скоростью релизности, вы в операционную систему со своей скоростью релизов. И каждый раз при выходе нового решения мы тестируем наши решения на совместимость. Давайте объясним, почему важно тестировать на совместимость, что такое совместимость, почему совместимость светает в воздухе везде, и это проблема номер один. Ну, я простой пример приведу. То, что заказчики воспринимают как должное, то, что наши клиенты говорят, что, ну, конечно, ты берешь, не знаю, ноутбук, ты берешь операционную систему, и они работают вместе. Но то, к чему они привыкли, они же никогда не видели то, что стоит в фоновом режиме, да, то, что происходит. Всегда успех – это сын ошибок трудных. И в том числе я могу привести пример, что мы проводили тестирование нашего решения. У нас был моноблок, который хорошо работал на западных решениях, но потом, когда начали тестировать на отечественных решениях, на линус-подобных системах, обнаружили, что устройство уходит в глубокую спячку, не просыпается. И хорошо, что мы это обнаружили во время тестирования наших решений, не в том моменте, когда столкнулся с этим заказчиком. Ну, это вообще проблема, она решается? Что вы предпринимаете? Проблема была в микрокоде. Микрокод наш, нашей разработки, мы его быстро поправили, и заказчики счастливы пользуются нашими решениями дальше. Но как раз-таки благодаря тому, что наши решения проходят тестирование на совместимость, что мы каждый раз при выходе релизов обмениваемся сертификатами, там, о том, что наши решения совместимы работают и так далее. Благодаря этому мы и обнаружили там заранее такую ошибку, и заказчики пользуются нашими решениями бесшовно, без проблем, без каких-то вопросов. Ну да. Сколько может времени занять вот это вот исправление ошибок при, я так понимаю, процессе технического сейла? Ну, отладка решений, выход на такую качественную работу занимает около двух месяцев. То есть каждый раз, когда у нас выходит решение на рынок, мы около двух месяцев посвящаем тому, что проверяем на совместимость со всем окружением. Со всем рынком, по факту. Ну да. А вот сейчас также вторая, да, вот ошиботрепещущая тема. Активно обсуждается тема ввесения баг в реестр. Соответственно, внесены ли у вас уже баги, или они стоят на очереди, или есть ли планы в этом направлении? Сам реестр паков появился уже довольно-таки давно, но активно вносить в него решение начали только-только. Это началось в августе. На текущий момент там, по-моему, 26 паков на позавчерашний день было. Сейчас мы собираем документы для подачи наших программно-аппаратных комплексов в реестр. И я посмотрел те паки, которые там сейчас уже есть. Могу сказать следующее, что все эти решения, это решения от одного производителя. Когда и софт, и железо от одного производителя. Там довольно простые паки. То же, с чем мы сейчас туда идем, таких решений на текущий момент там нет. Это большая межвендорская история, где более 15 вендоров включаются в один программно-аппаратный комплекс. Все это подается единым лотом в реестр паков. Мне кажется, это будет классная история. А вот подскажите, какие преимущества такого большого, скажем так, простыми словами коллегиального решения? Ну, вот, грубо говоря, мы проверили, что мы все друг с другом совместимы. Почему, например, заказчик не может понабрать разных вендоров и в себе собрать комплексную инфраструктуру? Почему ему выгоднее обратиться в реестр, взять оттуда внесенный в реестр пак? И как вы с этим можете подействовать? Ну, давайте прям по порядку. Есть плюсы этого решения, есть минусы решения, когда заказчик набирает просто то, что есть на рынке. Значит, из плюсов. Это простое, удобное лицензирование программно-аппаратного комплекса. Ты приобретаешь железо и ты имеешь право на использование всего того ПО, которое предустановлено на нем на протяжении срока жизни устройства. Мне кажется, очень простая такая формулировка. Ты покупаешь одну позицию, а не много разных продуктов. Тебе не надо следить за тем, когда какая лицензия у тебя кончается, потому что лицензии бывают годовые, двухлетние, трехлетние, бессрочные. Голова в этом не болит. Все продукты отечественные лицензируются по-разному. Есть операционные системы, есть ВКС, есть киберзащита, есть мессенджеры, есть все эти решения лицензируются по-своему. И тебе не надо думать о том, что тебе нужно купить 15 лицензий ВКС, 20 лицензий киберзащиты и 1000 лицензий операционной системы. Ты приобретаешь устройство и ты имеешь право на использование всего софта, который на нем стоит предустановленным. Удобство, гибкость лицензирования. Третье – это закупочные процедуры. Ты приобретаешь одну строчку, одна строка в реестре, один продукт. Четвертое – это техподдержка. Ты обращаешься в одну точку. Ты в одной точке купил, в одной точке обслуживаешься. Если вдруг какой-то из компонентов вызывает вопросы, обращаешься к тому же вендору, где ты приобретал, в данном случае в Плюс, мы оказываем весь цикл техподдержки для заказчика. И, на мой взгляд, это очень удобно. По любому из продуктов, который был там, в паке, ты получаешь техподдержку. А есть ли недостатки? Партие недостатки? Есть недостатки у решений, когда ты покупаешь в рассыпух. То есть, недостатки у пака? Пак идеален. Пак идеален, понятно. При условии даже, что там 15 вендоров находится. Ну, скажем так. Ну, хоть какие-то. То, что мы набрали, это те базовые потребности, которые есть в каждой компании. Но, когда мы говорим про то, что у бухгалтеров есть свои потребности, у финансистов свои, у инженеров, там, конструкторов третий, отраслевого софта в пак не включаем. Почему? Потому что у каждой компании есть свои потребности, и здесь угадать практически невозможно. То, что мы сейчас даем заказчику, это то, к чему они привыкли за последние годы, когда там наши западные коллеги, которые ушли с рынка, давали от одного производителя операционную систему, офис, почтовик, киберзащиту, ВКС, мессенджер. Все это было в одном пакете, это можно было купить в одном месте. Сейчас мы даем то же самое. Заказчик, он приобретает все в одном месте. В одном месте техобслуживание, в одном месте техподдержка. Если вдруг устройство будет ходить из строя, он тоже обращается к каше. Это звучит как очень приятная новость. Говорят об этом многие. В последнее время довольно часто звучит слово «пак» в самых разных ипостасях. Но здесь, как в одном фильме, все говорят, а я делаю. Ну да, если бы я была владельцем своего бизнеса, это было бы довольно удобно, да, приобрести некий пак, перекрыть все области, да, и там для бухгалтеров, для, не знаю, маркетологов, офисный пакет, операционная система, не знаю, компьютеры и так далее. Наверное, у меня бы голова уже не болела, особенно если бы я была супер-патриотом. Ну, здесь же вопрос в чем заключается, что с уходом привычных западных лидеров, того ландшафта, который был, заказчики столкнулись с тем, что перед ними стоит выбор между множеством, множеством, множеством отечественных решений. Ну, у нас там, не знаю, ВКС можно набрать штук 7 сразу. Да, я, кстати, тоже с этим столкнулась. У меня тоже появилась проблема, то есть я начала проводить ВКС, мне одна компания, значит, скидывает одно приложение в телефоне должно оказаться, другая компания, другое приложение. В общем, я у себя в телефоне в какой-то момент обнаружила целую страницу с приложений по ВКС. Ну, как бы, вроде бы, память большая, но с другой стороны, как-то это немножечко, да. Мне кажется, может быть, потом, следующим этапом, вот я так для себя думаю, может быть, как сейчас есть мультисервисы, да, в том числе Яндекс начал все в себя выбирать. Яндекс, я не знаю, может быть, появятся некие платформы, да, которые будут выбирать в себя, например, все ВКС, да, видеоконференц-связь, да, расшифруем для аудитории, да, то есть аналог зума и так далее, скайпа на выбор. Может быть, будет такое. Но с другой стороны, да, вот пока сейчас есть какие-то критерии, вот, например, производители, да, вернемся к вам. Есть ли какие-то преимущества, вот, топовые, конкурентные преимущества, которые можете прямо вот сходу назвать, почему, например, надо выбрать именно компьютеры и цифровые устройства вашего производителя? Давайте посмотрим на это по-другому, что мы проводим большую работу каждый раз с каждым вендором, проверяем его продукты на совместимость с нами, проверяем его работоспособность, проверяем его взаимодействие с другими компонентами ВКС. Эти 15 вендоров, которые мы заявляем, они взяты не просто так, на наш взгляд, это как раз лидеры рынка, это те, кто дальше всех продвинулись, дальше всех, наиболее технологичные, при этом взаимодействие компонентов ПАКа между собой находится тоже на самом высоком уровне производительности. Мы это все оттестировали и заказчику даем уже готовое решение. Пускай у него не болит голова между тем, из каких видеоконференц-связей, систем видеоконференц-связей выбирать, какую почтовую систему, какую, там, не знаю, киберзащиту и прочее. Мы уже оттестировали, мы уже подумали. И это высокопроизводительное решение, которое сейчас, скажем так, в топе из того спектра, что есть на рынке. Вот если говорить все-таки про связку F-Tech, базальт-СПО, да, операционную систему IT, что можно подсветить такого замечательного в нашей связке, какие-то преимущества? F-плюс и базальт. Как я говорил, неоднократно подтверждали технологическое лидерство друг друга и являются гарантом того, что наши решения совместные, работают хорошо. Это одна сторона медали, да, когда, то, что все уже знают. Но в то же время мы являемся таким двигателем не только каждого своего небольшого участка рынка, да, небольшую потребность заказчика закрываем, но и сам философский подход к процессу, да, вот как раз-таки мы с вами встречались, обсуждали это и решили, что наши совместные решения смогут удовлетворить вот такую интересную потребность заказчика, что нужно не просто что-то нишевое закрывать, а что нужно давать заказчику готовые решения, не продукты, когда каждый свой, а решения. И мне кажется, в этом и ценность, видение рынка, видение там будущего, что мы его не просто видим, но мы его формируем вместе. Это и движет нас в порядке. Спасибо большое, Тимур. Очень приятно было пообщаться. Подсветили, что все работает, что операционные системы стоят, российские операционные системы стоят на российских компьютерах. В принципе, ничего страшного не произошло. Мы становимся только сильнее. Мы следим за новостями, мы видели, что порядка 16 тысяч рабочих мест базальт уже закрывает в Татарстане, поэтому здесь вопросов никаких нет. Вы представляете отличный сервис, отличные продукты, заказчики, я думаю, рады работать с вами. Как ты сказала в самом начале подкаста, что мы буквально недавно, неделю назад провели ребрендинг. И у нас там новый лозунг «Вместе мы в плюсе». Класс. Да, поэтому сегодня я его с удовольствием повторю. «Вместе мы в плюсе». «Вместе мы в плюсе», да. Предлагаю на этой веселой ноте и закончить. Спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!